Всем привет! Спасибо, что присоединились к нашей сегодняшней беседе. И, как обычно, небольшое напоминание о том, что 12 августа в 10.00 по UTC стартует эксклюзивный дроп сразу трех работ. Это Cyberpunk USSR, Cyberpunk Russia и Cyberpunk Surgeon. И сегодня с нами автор этих невероятных работ, арт-фотограф Дмитрий Рогожкин. Дмитрий, привет! Всем привет, ребята! Спасибо, что присоединился сегодня к нам. Дмитрий, ты называешь себя арт-фотографом, и можешь, пожалуйста, объяснить, что это значит? Потому что для людей, которые никогда не сталкивались с этим термином, он непонятен. Да, конечно, арт-фотограф, но давайте к слову «арт» немножко придеремся. «Арт» сокращено от английского «артист», то есть, по сути, художник. То есть, художник-фотограф. Вот, то есть, интерпретация может быть разная. Вот, то есть, можно рассматривать как режиссер-фотограф, можно рассматривать то, что я как в фотошопе что-то там доделал. То есть, каждый понимает по-своему. Как-то так. Понятно. А вот давай теперь поговорим о предстоящем дропе и выставленных работах. Что вдохновило тебя на создание такой коллекции? Что ты хотел ей передать? На самом деле, на создание данной коллекции вдохновила меня игра «Сайберпанк 2077». Как раз у них тогда проходил конкурс на эту тему. И я решил как бы в нем поучаствовать. Ну и, в общем, воплотить свои идеи и мысли именно в этом проекте. Вот. И перенести все это дело именно в Россию. Потому что основная игра происходит в Америке. А в России «Сайберпанка» очень мало. Вот. Ну и основная идея – это, конечно же, то, что вся медицина и все стало очень дорого. Будущее не очень радужное. И подпольная такая медицина, где, судя, ребенку заменяют ногу протезом. Вот. Вроде ответил или… Нет, все понятно, все замечательно. А вот, по-твоему, насколько это реалистичный вариант развития будущего? На самом деле, очень даже в нашей России реалистичен. Потому что с каждым днем эта инфляция бешеная. Вот. И обычный, то есть, рядовой рабочий какой-нибудь на заводе, да, как бы денег нет, медицина, все дорожает, все идет к тому, что будет, как в Америке, да, это страховка и все остальное. Вот, гоняет нас в долги. Так что прогресс идет. То есть, технически у всех, у каждого смартфон сейчас. И что будет через лет 50, никто не знает. Вот. Я думаю, да. На самом деле, реалистично именно в России. Ну, я думаю, мы это увидим. Не скоро, но, возможно, такое действительно будет. А вот расскажи немного про технику создания своих работ. Глядя на Cyberpunk USSR, сложно поверить, что это все-таки фотография, а не графика. Как тебе удается достичь такого потрясающего эффекта? Ну, вообще, вся фишка на самом деле простая, но и в то же время сложная. Все дело в свете. То есть, у меня на этой работе очень много источников света. То есть, там более 15 вроде источников света, самых разных. И световую схему я прорабатывал очень долго, очень много вариантов. То есть, я где-то неделю, то есть, я собрал всю локацию и только неделю выстраивал разные световые схемы, пробовал, все подсвечивал отдельно. Ну и, конечно же, потом все это на постобработке, все усиливается, все немножко дорисовывается и получается вот такой эффект. А вообще, сколько времени в общем у тебя ушло на создание одной работы? Ну, так скажем, самой главной работы, исходя из подготовки, потом воплощение самой локации, то есть, реквизит, наполнение и выставление композиции, потом еще световая часть, съемка и постобработка. Ну, примерно, наверное, месяц. Месяц усиленной работы, то есть, каждый день ты встаешь и работаешь на данном проекте. Вот. Ну, у меня, к сожалению, большой команды нету, но у меня есть друзья, которые мне во всем помогали. То есть, реквизит, вот ногу, которую вы видите на фотографии, она настоящая, то есть, я ездил по разным свалкам и собирал разные элементы. И потом мы сваривали с моими друзьями все эти элементы и выстраивали вот эту вот ногу кибернетическую. И много вот таких вот штук там есть на локации. Ну, ты действительно вкладываешь колоссальные усилия в создание одной работы, и это не может не восхищать. Но ты все-таки, наверное, замечал, что в то же время на NFT-рынке продаются за огромные деньги работы, на создание которых уходит там меньше одной минуты. Ну, вот, например, работа The Pixel, художника Пак, это просто один пиксель, и она была продана за 1 миллион 360 тысяч долларов. Должны ли затраты на создание работы все-таки учитываться при ценообразовании? Вот какая именно твоя идеальная модель этого процесса? Вы знаете, сложно сказать именно, конечно же, я думаю, многие, то есть, есть, как всегда, два противоположных лагеря, которые борются и за то, и за это. Ну, с пикселем, я думаю, тут история такая же, как с Малевичем, этот черный квадрат, да, ну, черный и черный, да, квадрат и квадрат, тут тоже пиксель и пиксель. То есть, он вошел, то есть, самый первый был, так скажем, вошел в хайп, и спрос рождает предложение. То есть, в принципе, цена может варьироваться до бесконечности, вот, главное, чтобы был спрос. Что я думаю об этом? Ну, конечно же, мне хотелось бы, чтобы усилия, которые я вложил, они давали, то есть, как бы, больший эффект, да, то есть, эта работа больше ценилась. Но в наше время может быть все, что угодно, вот, те же самые крутые сейчас фильмы, более, не знаю, там, более серьезные, более вдумчивые, они пользуются менее, ну, то есть, популярностью, чем тот же ТикТок с простыми какими-то видюшками, но охваты просто миллион. Вот, так что, современный мир. Ну да, есть такое у нас. Вообще, для тебя это первый опыт на NFT рынке? На самом деле, я пробовал весной еще загрузить работу на Foundation, вот, но там у меня висит три работы и все. То есть, ну, ничего не происходит, они висят и висят, и как с этим дальше вообще работать, я пока плохо представляю. Вот, и буквально, можно сказать, что, да, первый, первый моё бой. А что, а что вообще тогда сподвигло тебя выпустить, ну, вот такой вот уже полноценный дроп сейчас? Конечно же, вы меня сподвигли, вот, мне предложили, отличное предложение поступило, чтобы сделать такой эксклюзивный дроп, вот, и, конечно же, грех было бы не воспользоваться таким предложением, потому что люди более опытные в этом деле подскажут мне, что и как лучше сделать. На самом деле, мы тоже очень рады, спасибо тебе. А какие возможности для себя, как для фотографа и для своих коллег ты видишь на NFT рынке? Ой, на самом деле это очень круто, что вдруг бомбанула вот такая штука, потому что молодые художники, которые, так скажем, никому не известны, очень страдают от того, что, ну, то есть им нечего кушать. Они хотят заниматься творчеством, да, а денег, по сути, нет. И много художников, которые работают там на основной работе, да, тем же, не знаю, инженером каким-нибудь, и потом сидя ночью, вечером делают своё творчество. Сейчас можно залететь на этот рынок, и уже для, так скажем, финансирования своего творчества уже можно получать какой-то доход. И примеры показывают, что очень даже хороший доход. Главное, чтобы вся эта система не рухнула, как мыльный пузырь. Я, конечно, не знаю, но определенное опасение у меня есть, так скажем. Вот. Я, правда, не сильно разбираюсь в NFT рынке. Вот так скажу. Ну, вот всё-таки возможности есть, но на данный момент на NFT-маркетплейсах больше всё-таки представлен графический арт. Как ты думаешь, вот почему фотографы не так широко представлены на рынке? Тут, мне кажется, ну, во-первых, вот этот графический арт, мне кажется, изначально задал тренды, и фотографы вступают туда, но там более популярна именно вот такая вот какая-то 3D-графика, 3D-рисунок, вот, что-то такое, и больше именно художественную, такую живописную, либо 3D-шную часть. А фотографы делают более реалистичную картинку, так скажем, более простую, то есть и люди, которые там сидят на NFT, они привыкли более к визуалу, более другому, и пока, я думаю, ещё нужно людям адаптироваться до фотографий. Потом, я думаю, она будет более востребована, но пока этот этап, так скажем, именно этап хайпа, именно 3D. Вот, но у меня, я думаю, есть небольшой шанс, потому что я прорабатываю картинки в фотошопе, и они немного похожи, да, согласно на 3D-шную штуку, так скажем, графику. Я думаю, что в будущем и для фотографов также будет место на NFT-маркетинге. Я тоже так думаю, да. И, наверное, финальный и самый глобальный вопрос, какие у тебя планы на будущее? Увидим ли мы ещё дропы твоих работ? Я думаю, да, конечно, обязательно. У меня есть куча проектов крутых и в будущем, и уже отснятых, которых я хочу именно залить в NFT-галерей, на дроп. Вот, и так что, да, ждите, всё будет. Ждём с нетерпением твоего дропа и твоих новых дропов на разных площадках и на нашей также. Удачи тебе 12 августа. Спасибо. Вам спасибо, ребята. Пока-пока.